Ребят, всем привет! Мы с вами находимся на Рижском вокзале в музее РЖД. Кто бы вообще мог подумать, что я полюблю музеи? Еще в школе нам всем привили ненависть к музеям, потому что это была какая-то обязаловка, эти были убогие советские, непонятные музеи, ленточки, ничего не трогать, ни к чему не подходить. В общем, уныние и тоска, и я рад, что у нас в России начали появляться действительно классные музеи с интерактивом, с какими-то активностями, куда интересно там не просто детей привезти, а еще самому взрослому оказаться в музее. Сейчас все потрогать, а у нас сегодня будет насыщенная программа. Посмотрим экспозицию на самом Рижском вокзале, мы прокатимся на настоящем паровозе. Я вообще не помню, я когда-нибудь катался на настоящем паровозе или нет. Возможно, даже будет мой первый раз в жизни. Посмотрим вторую часть экспозиции на станции Подмосковная. Может быть, нас даже пустят в место, где ремонтируют настоящие паровозы, и потом вернемся опять в Москву на вот этом паровозе. Все, пойдем в музей, пойдем на экскурсии, поехали на станцию Подмосковная. Ура. Экипаж паровоза, три человека, машинист, сидит справа По ходу движения машины ведет паровоз А кто из вас знает, чем занимаются помощник машиниста и кочегар? Кочегар, запомните, паровоз не топил Ему это не доверялось, это было непросто Если уголь был подмосковный, его называли землей Им надо было забрасывать топку доверху, он плохо горел А если Донецкий, он имел свойство сплавляться в однородную массу Так называемую плиту Если этот момент просмотреть, плита перекрывала доступ воздуха через колосниковые решетки Паровоз надо было останавливать, остужать, тушить и разбивать плиту отбойными молотками Топил паровоз, подкачивал воду на ходу, отвечал за безопасность слева А на остановках с масленкой носился вокруг паровоза Все это делал помощник машиниста Это была самая тяжелая работа на паровозе Сцепщик находился здесь Паровоз сдавал с задним ходом, сжимал буфера Сцепщик набрасывал петлю на крюк и затягивал резьбовой механизм В царской России на эту должность брали мальчиков 14-15 лет Средняя продолжительность жизни такого сцепщика редко превышала 21 год Очень опасная работа Зазевался, оступился, паровоз размазал лепешку Ежемесячно в царской России гибло 200 сцепщиков Проект С-250, Сокол Он должен был ходить между Москвой и Ленинградом за 2,5 часа Скорость около 300 км в час По уровню комфорта Сапсану близко не снилось Проект не доработан Очень много ошибок в ходовой части, в энергоустановке Но зато полностью герметичен К 1912 году рельсовые пути также оставались слабыми Поэтому каждый умный человек считал своим долгом покритиковать создание этой машины Но Вацлава Ивановича Лопушинского это не испугало И в 1912 году он создал паровоз, которому присвоили серию Э Прозвище Эхо или Эшак Паровоз оказался настолько хорошим Что с различными изменениями его строили до 1957 года Мировое паровозостроение не знает подобного долгожителя Мало того, трудно сказать, как сложилась бы Великая Отечественная война Не будь у нас паровозов этой серии Все прифронтовые перевозки с помощью паровозов этой серии А также 70% военных внутри страны И паровоз серии Э считается паровозом победы Он может стоять в ряду такой техники, как Т-34, Ил-2 и Катюша Из-за своей длины он не мог зайти на все дореволюционные поворотные круги Не мог ремонтироваться в старых депо Не мог строиться на старых заводах Длинный Третье Топка на этом паровозе такой площади, что вручную закидать ее невозможно На паровозе стоял стокер, механический кочегар Если он ломался во время рейса То помощник машиниста и кочегар все бросали И в две лопаты пытались забросать топку, чтобы дотянуть до ближайшей станции В минуту надо было кидать от 40 до 100 лопат угля И самое главное, он слишком тяжелый И мог использоваться только на новых реконструированных путях А таких путей в стране было всего 5% Вот этот паровоз Сергу Арженикидзе сейчас нас отвезет в депо Где расположена вторая часть музея, другая экспозиция Ехать 15 минут на настоящем паровозе КОНЕЦ 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 Веерное депо Сам веер Зашел локомотив с мелким ремонтом Его отремонтировали Вышел на веер Подошел к кругу Круг вовремя не подали Локомотив упал в круг Добро пожаловать на более крупный ремонт Все очень четко Сейчас этот круг вращается с помощью электричества С помощью какой силы тяги он вращался до эра электричества? Лошади пугались свистков и выхлопов пара Людской Представьте себе эту картину Молодые парни Фигурно измазанные мазутом В распахнутых рубахах Напрягая внушительные мышцы Вращали этот круг Девушки из окрестных сел Приходили томно вздыхать за забором И действительно молодой парень приходил в депо Его ставили на самую черную тяжелую работу Если проявлял соображение То его мог два года отъездить к кучегарам Три-четыре помощникам И с рекомендацией машиниста Сдать экзамены на господина механика Пойдемте Да, нам удалось попасть в паровозное депо Очень круто Главное не свалиться в яму Пошли дальше За проезд машинистам запрещающего сигнала семафора На один метр машинисту полагалось что? 10 лет лагерей Помощнику 7-8 Если машинист разбивал вагон Даже такой вагон, на который смотреть точно Расстрел у паровоза В конце лета 41-го года Лазарь Гаганович предлагает Сталину Искать другие пути для снабжения армии Правда сам он этих путей не знает А железнодорожные бригады предлагают расформировать Сформировать из них марсовые роты и отправить на фронт Если бы это произошло, войну бы мы проиграли И главный экспонат Это чумазые кошки То есть это серый кот На самом деле он когда-то был белым Но поскольку он работает в паровозном сервисе Он стал такой серебристый, благородный У него только морда белая Кстати, по этому коту хорошо видно Что, во-первых, кошки нифига не чистоплотные Во-вторых, вот видно У него только живот чуть-чуть беленький И морда белая А все остальное Развеян миф о чистоплотности котов Сейчас Ставит вот так вот свои вещи И вот так вот Вот так вот Еще вот здесь вот очень неудобно Вот таким вот образом Вот туда вот Льет Все смазывает На место Так Вот такая вот весь в масле перемазанная А вот это я вам хочу сделать Показать Одну очень интересную вещь Кочегарская лопаточка Которая делается из очень хорошей инструментальной стали На этой лопате делается изумительное по своим вкусовым ощущениям кушанье Какое? Яичница Яичница Кладется сало Разбиваются яйца Лучок И лопаточка подается в топку паровоза Вкус, я вам скажу, необыкновенный Съесть таких лопат можно неимоверное количество Наш паровоз Сейчас Лёва снимает шедевр Под названием Прибытие поезда И мы на этом поезде сейчас поедем обратно в Москву Нарису Ладно Нет, неправильно вы держитесь Так, неправильно почему? Ну вы держитесь правильно, только неправильно стоите А, ну это... Да, стоите Здесь на другой стороне, хорошо Так Вот так вот, да И туда прямо, да? И туда, да, да Только в опахе Там сколько градусов? Вот сейчас Сейчас нормальный градус Ну 300 как раз стейк готовить 300 градусов Нет, так и можно... Стейки паровозные Это... Самый дорогой гриль, короче Не, ну вот что, делаем же яичницу на лопатне Нормально? Да, нормально Вернулись в Москву на этом потрясающем паровозе Это был музей РЖД Обязательно сюда приходите Если у вас есть время Приходите сами Приходите с детьми Впечатление будет на месяц вперед Все ссылочки Полезная информация Будет в описании к этому ролику Друзья, я вам покажу Как выглядит музей РЖД в Санкт-Петербурге Ему исполняется год Я там был на открытии Сейчас поеду туда спустя год В честь юбилея Первого юбилея Там открыли новую экспозицию Так что это будет очень интересно Не забудьте подписаться на канал Если до сих пор этого не сделали Нажать на колокольчик Чтобы не пропустить новый выпуск Все, всем пока Чук-чук Едем дальше Постой паровоз Не стучите колеса Есть время взглянуть судьбе в глаза Пока еще не поздно Нам сделать остановку Кондуктор Нажми на тормоза Не жди, не жди меня, мама Хорошего сына Твой сын Уж не тот, что был вчера Меня засосала Опасная трясина, мама И жизнь моя вечная игра Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...